Каждый год только на ямочный ремонт в Красноярске тратят около 400 миллионов рублей. И водители уже успели оценить старания администрации дорожников. Говорят, ездить по красноярским магистралям действительно стало комфортней. Но тем не менее, проблемы еще есть. И прежде всего на окраинах города. Сегодня общественники, представители Красноярской администрации и депутаты горсовета отправились в рейд, чтобы проверить качество дорожного полотна в краевом центре. Скакать на Рытвинах и искусно объезжать ямы на улице Башиловская, что в Зеленой Роще водители уже привыкли. Дорогу здесь отремонтировали в 2013-м, а спустя всего год полотно начало разрушаться. Работники местных предприятий и промбаз говорят, не раз писали в администрацию города. Но до сих пор ямы подрядчик не заделал. Вот эта вообще дорога, вот отсюда она выходит, и она выходит на Северное шоссе. Она очень удобна для проезда. И вот у меня знакомые проехали раз на Хундае. Подвеску в ремонт с одного раза, да? Они сказали, мы больше здесь никогда не поедем. Если бы не усилия предприятий, которые здесь находятся, ну, здесь только танком можно было бы ходить. В итоге администрация пообещала в письменном виде, что в мае 2015 года будет произведен ремонт. Дождались мая, мая закончился, ремонта нет. Чиновники объясняют, латать дорогу должен подрядчик. На нее до сих пор действует гарантия. Правда, дорожники свои обязательства выполнять не торопятся. Поэтому администрация Красноярска уже обратилась в суд. Общественники говорят, нужно не только заставлять бизнесменов отвечать за свою работу, но и продлить гарантийный срок. Сейчас только на федеральных трассах он составляет как минимум пять лет, а в Красноярске в среднем три года. Гарантийные сроки, те, которые предполагаются на федеральном уровне до пяти лет, они рекомендованы и субъектом федерации, и муниципальным образованием. И как раз одна из целей – посмотреть, выполняется это или нет. И чтобы эта норма была и на уровне субъекта федерации, и на уровне муниципальных образований. Это одна из главных задач. А этот участок на улице Лидии Прушинской не асфальтируют уже по инициативе чиновников. Говорят, пока поблизости строят офисный центр, дорогу здесь разобьют груженные КАМАЗы. Поэтому подрядчик по контракту отремонтировал только часть улицы. Доделать обещают, как только сдадут объект, поэтому водителям придется потерпеть. Специалисты администрации также поясняют, за ремонт красноярских дорог с подрядчиками рассчитываются три года предусмотренные штрафы. Самый минимальный штраф – это один процент от стоимости контракта. То есть, собственно, чем дороже контракт, тем больше штрафные санкции. Три года – это гарантийный срок адекватный для некоторых видов работ. В то время, когда другие, более емкие работы действительно нуждаются в гарантийных сроках до пяти лет. Данный вопрос обсуждался с представителями Народного фронта. Еще один пункт три – до переулок Вузовский. Рабочие прокладывают здесь дорогу, которая соединит улицу Вавилова и Семафорную. Правда, по мнению общественников, работают с нарушениями. Заезды во двор сделаны не по плану, а посреди дороги красуется яма. Да и все сроки сорваны. Закончить должны были еще в середине июня. В администрации говорят, пришлось переносить газовую станцию. Но местные жители все равно недовольны. Что газовая установка, госбульдер, который стоит посредине, и который мешает проведению этой дороги, она переносится на детскую площадку во двор дома Вавилова, 35. Тем самым попираются все права жителей дома, отбирая у детей площадку. Если городу нужна данная дорога, то должны были продумать перенос этого газгольдера. Доделать дорогу на Вузовском обещают в августе. Общественники говорят, будут держать руку на пульсе. Рейды по красноярским магистралям будут проводить регулярно и составят карту гарантийных дорог. Ольга Тишинина, Алексей Гусев. Новости. 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 Новости